Современный мир не так жесток в смысле тренировок. Жесткость студенческих клубов не стала тотальной, что безусловно сказалось на современном мире карате, сделав его более техничным и красивым, готовя современных учеников совсем из другого теста. Международная федерация Сиотокан карате, образованная в 1977 году, несет в мир метод тренировок самого сенсея Канадзава. Он первым провозгласил принцип мягкой подготовки в карате. Главное не сила, а умение. Хорошая техника всегда побеждает грубую силу. Эта концепция определяет жизненную позицию мастера, его философию, его и всей его организации. Главное это подготовить здоровую смену, воспитать учеников, питавших принципы и методы тренировок с ранних лет, мужая как физически, так и нравственно. И в этой трудной работе сенсей Канадзава может положиться не только на учеников, но и на своих собственных детей. Три сына мастера пошли по его стопам, тренируясь, готовя подрастающие поколения, следуя заветам отца. И такая преемственность чрезвычайно важна. В современном мире десятков организаций карате не все могут обеспечить будущее делу своей жизни. Канадзава сенсей обеспечил себе надежный тыл, передавая знания нескольких поколений, меняясь со временем, но оставаясь верным идеям своей молодости и учителя Масатоси Накаяма. Методы тренировки, которые мы используем сегодня, мало отличаются от тех методов, которые применялись в годы моей молодости. Различие главным образом состоит в том, что раньше очень большое внимание уделялось психологической закалке, укреплению воли, Тан Рен. Вот, пожалуй, и вся разница. Я убежден, что только такой человек, который прошел через настоящее испытание, через трудности, преодолел себя, может подняться на какую-то более высокую ступень, чем обычный. Но сейчас закалки воли не уделяют так много внимания, как раньше. Нагрузки напряженных тренировок стали существенно ниже. В настоящее время Шире применяют методики, опирающиеся на данных научных исследований, стараясь добиться результата не за счет объемов работы, а за счет изощренных методик. Тренировки становятся интереснее, но менее результативными. Можно сказать, что они теряют дух настоящего карате. Еще одно заметное изменение касается отношений занимающихся в практике кихон, базовой техники и кумите, учебных поединков. В настоящее время преподаватели карате стремятся к тому, чтобы эти упражнения были интересными, увлекательными для учеников, доставляли им удовольствие. Однако, как я уже говорил, во всех странах есть немало людей, которые сегодня практикуют карате как вид будо и стремятся постичь дух будо. И сам я развиваю именно будо карате, и сегодня, хотя мне уже много лет, я продолжаю практиковать именно будо карате. Базовая техника кихон претерпела некоторые изменения в системе канадзава сенсея по отношению к тому карате, который он изучал в молодости. Старания Масатоши Накаяма по изучению принципов карате, вылившихся в тренировку сенсея канадзава в додзю айкидо, изменили его взгляд на некоторые ключевые аспекты. По мнению сенсея канадзава, кихон важен не только как часть системы карате, но и как профилактическая составляющая. Базовые движения должны благоприятно сказываться на здоровье, в противном случае они причиняют вред человеку. Поэтому дыхание в системе SKIF подается огромное значение. Но вернемся к классическому пониманию кихон, к тому, без чего японская карате Сютакан как система не существовала бы. Говоря простым языком, изучение кихона сродни изучению азбуки, только в карате. Это тот простой и временами очень утомительный процесс в уведении простых символов, без которых невозможно правильное и четкое формирование слов, предложений. И как доказывают психологи, это еще формирование сознания и психистики ученика. Как по почерку можно говорить о характере человека, так и кихон может очень много сказать о каратеке. Только превосходное владение базовой техникой позволило сенсей Кунадзава добиться ошламляющих успехов в свободных поединках кумите. Врожденная смелость и твердость характера позволяла ему выходить против борцов, боксеров, представителей других школ японского и окинавского карате. Его потрясающие удары ногами позволяли ему выходить из всех поединков победителя. Не по очкам, как в спортивном поединке, а фактически. Он просто отправлял своих противников на кау, стараясь, однако, не причинить в ряда их здоровью. Любой додзи японского карате уделяет самое пристальное внимание базовой техники в процессе тренировки. Сам сенсей Кунадзава объясняет важность кихона следующим образом. Существуют школы, где занимающийся сразу же начинает практиковать свободный поединок. В этом случае ожидается быстрый рост, но никак не высокий уровень. Дело в том, что если не в полной мере освоить базовую технику, станет невозможным достичь высочайшего уровня боевых искусств. Многие не понимают назначение применения базы. Карате в полный контакт похоже на западный бокс. Что-то хорошо, что-то не очень. Если вы молоды и сильны, то это очень хорошо для вас. Однако для пожилых людей и детей это не так хорошо. Ихон представляет собой базовую технику, а ее тщательная отработка научит ваше тело сразу понимать, что требуется в реальном поединке. Идея в том, чтобы слить воедино тело и разум. Важно уметь исполнять движения, не задумываясь о них. Это и есть главное значение и цель кихона. Но в то же время не стоит забывать, главной причиной проблем со здоровьем, возникающей во время тренировок, недостаточное внимания к нему. Большинство занимающихся ограничивают заботу о себе во время тренировок. Необходимо принимать соответствующие меры предосторожности задолго до возникновения проблем. Занимаясь каратэ как машина, без надлежащего расслабления, правильных положений и дыхания можно вызвать проблему. Вот почему каратэ Канадзава Сенсея является комплексом упражнений для восстановления и поддержания здоровья. Каратэ должно улучшать здоровье, а не вредить ему. Сегодня в первую очередь бросается в глаза масштабное развитие каратэ как вида спорта. Но в то же время сегодня во всех странах мира практически повсеместно есть очень много людей, которые рассматривают каратэ как разновидность буддов, как один из аспектов традиционной культуры Японии. Конечно, процентные соотношения занимающихся каратэ как спортом и как разновидностью буддов в разных странах разные. Но и все же последователей каратэ как буддов очень много по всему миру. И в 2007 году три легендарных мастера собрались вместе, чтобы еще раз поговорить о буддов. Событие, получившее название Будду Лайф, объединило трех мастеров, видящих цель своего союза в следующее время. Не спортивное, но традиционное каратэ. Возможность обмениваться знаниями, преодолев границы школ, стилей и организаций. Воспитание достойных людей. Каратэ – это система, не имеющая ничего общего со спортивными поединками. Спорт хорош до тех пор, пока расценивается как развлечение, которое всегда можно оставить, чтобы вернуться к Будду каратэ. Сами по себе соревнования вредят искусству, так как приводит к недопониманию. Спорт открыт и доставляет удовольствие. Заниматься же каратэ далеко не всегда приятно, поскольку всегда трудно делать правильные вещи. Я думаю, что в будущем широкая публика будет все лучше осознавать разницу между каратэ как видом спорта и каратэ как видом Будду. Я думаю, что подавляющее большинство людей стремятся стать достойными членами общества, обрести здоровье, стать сильнее физически, достичь психологической устойчивости и спокойствия. Я думаю, что осознав свои потребности и устремления, люди смогут провести для себя четкую границу между каратэ как видом спорта и каратэ как видом Будду.